всем привет ребят с вами корвид и мы находимся в сити skyline и это новый город который назвал корид сити значит первый выпуск по сити skyline друзья был такой знаете как бы пробный да точнее первый взгляд я посмотрел на игру послушал ваши впечатления в комментариях просто посмотрел на то как вам эта игра зашла и знаете меня в принципе все устроило то есть вы в комментариях поставляли какую-то помощь то есть рассказали как что в этой игре нужно делать я все это оценил спасибо вам огромное что заходите в комментарии пишите мне всегда по поводу помощи в играх значит и я решил что надо наверное тогда начинать новый город до чтобы учесть все свои ошибки и не сделать их впереди я сделал примерно такой же город как был в том в первом выпуске вот единственно что учел все свои ошибки теперь у нас друзья вот такой вот с вами город блин пришла ночь пришел дождь еще я думаю что наверное картинка сейчас не из приятных у вас на экране прошу за это прощение но зато очень красиво и атмосферненько все вот так вот это все примерно выглядит у нас то есть энергия у меня идет от завода ветвит ветряков у меня нету то есть я только стоит только один завод получается лэп идет у меня сюда и сюда вот просто подходит к городу вот по всему городу я его не раскидывал водичка у меня идет вот при примерно вот так то есть течение идет получается снизу вверх у нас да здесь у нас водичку забирают то есть водичка свежая сюда идет а сюда уже выливается водичка плохая то есть мы пьем сами водичку чистую и то есть грязную воду получается смывает у нас течение поэтому все здесь очень очень хорошо далее что у нас ребят здесь вот я решил сделать вот по такому вот принципу да то есть у меня 1 получается коммерческая зона вокруг нее 5 жилых зон и вот насколько я сейчас понимаю что жилые зоны мне нужны еще поэтому будем с вами расширяться расширяться я думаю что будем вот в эту вот сторону то есть вот как-то вот так вот это все будет у меня выглядеть вот примерно вот такой здоровейный у меня будет в планах город а вот вот в этой стороне у меня будет расширение чисто промышленной зоны вот возможно что то еще будет вот здесь пока еще точно не знаю ну и как-то это все надо делать то есть учитывать центр вот в центре в центре у меня всегда будут стоять самые такие здания типа вот там полицейский участок пожарная станция ну и в общем всяко-всяко такое вижу что у нас по моему нехватка рабочих да вот это вот недостаточно рабочих вот интересно почему интересно почему мне недостаточно рабочих так ну давайте ребят тогда я так понимаю что вот это у меня будет типа основной центр то есть надо будет вот так вот потом дальше продлевать все это дело вот продлевать на 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 одну клеточку отсюда вниз еще вот в общем центр скорее всего будет здесь его тут мне придется делать школы больницы и все 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 остальное поэтому здесь сейчас будем немножечко сносить все это дело да блин все дома одинаковые а это у нас что подождите но с районная школа да а это у нас начальная школа школ могут посещать только дети районная школа альтернатива обычная начальная школа но я так понимаю типа лучше да а тут подожди тут 300 студентов а тут 250 не давайте наверное обычную начальную школу построим где-нибудь вот здесь так как бы ее так возвести как-нибудь вот так вот отлично здесь я думаю что возможно даже какой-нибудь домик смогут построить не знаю посмотрим вот такая у нас ребят получается школа которая будет обеспечивать наших детей умом вот то есть наши дети будут набираться ума поликлинику тоже буду строить где-нибудь вот здесь наверное даже возможно так прям рядышком впритык вот далее будет идти пожарная станция полицейский участок и так далее тому подобное пока что так то есть я пока в плюсе у меня плюс 544 евро доллар я не знаю что такое за циферки что за значок что за эмблемка не похоже на самом деле ни на что по моему нет это не похоже по моему ни на евро ни на ни на что просто типа кредиты наверное да кредиты так 503 блин мы идем в небольшой минус да мне нужны еще получается жилые зонами не у меня дикой нехватка жилых зон ребят так значит надо получается вот здесь вот увеличивать примерно вот так наверное как-то делать дорогу да как мне кажется так здесь тоже так ровненько сделаем вот так вот отлично и вот отсюда тоже надо так отпустить что все было более-менее ага недостаточно денег да ладно принципе вот здесь вот мы сделали чуть-чуть да и тут уже можно что-то построить а блин туда еще воду надо протягивать ай-яй-яй-яй-яй ладно сделаем пока вот таким вот образом вот так вот тоже сделаем жилую зону свет здесь будет а вот с водой по ходу будет проблема надо наверно воду сюда кинуть да надо провести сюда трубы я не знаю сколько это денег уйдет блин много денег очень много денег ну ладно восемьсот восемьдесят выходит по деньгам вот так вот мы сюда кинем воду будем надеяться что вот сейчас они построят получается вот эту жилую зону да а в промышленной зоне уже у нас рабочие не нужны да ну все равно сейчас они будут строить получается жилую зону и пойди у меня пойди я должен идти в плюс то есть должен пойди идти в прибыль пока у меня вот 640 вроде как что-то там потихонечку растет прибыль потихонечку растет ребят свалку я уже построил свалка у меня находится вот здесь то есть как можно дальше всего на свете крупный поселок наконец-таки наконец-таки крупный поселок российский участок пожарная депо нас теперь есть будем потихонечку ко всему к этому подходить давайте наверное пока есть деньги да вот здесь вот тоже так все достроим пока есть деньги то блин они они имеют свойство заканчиваться очень быстро так подождите по-моему я неправильно построил вот эту дорогу по-моему она какая-то кривая получилось вот отсюда и вот а нет стопе если сделаю а он так даже не делается все значит вот так как здесь здесь и здесь блин здесь я забыл сделать надо было тоже какой-то такой сделать этот ну ладно ладно пускай так не в принципе тоже подписчики советовали что подписчики советовали что не надо часто типа строить квартала то будут постоянные пробки ну да я вот вижу что машины стоят это непонятно не стоит они стоят типа на обочине я понял я понял это в любом случае это будет как скорее всего пригород а вот а здесь у меня будет уже именно гигантский город то есть уже второй левел будет наверное здание то есть это будет небоскребы и всякое такое а тут будет такой как бы одноэтажный такой да типа частного сектора или что-то наподобие так здесь значит мы делаем получается зону коммерческую тут куда так ну на самом деле мне пока коммерческая зона особо не нужна давайте наверно лучше сделаем жилую зону да можно сделать немножко еще ладно давайте подождем давайте наверное пока пускай жилая зона у нас там увеличивается точнее уменьшается то есть как бы спрос на жилую зону падает и будет потихонечку увеличиваться спрос на коммерческую зону и на промышленную зону и вот тогда будет уже весело давайте ускоримся мне уже на самом деле надо ставить и пожарное депо и полицию и все 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 остальное да ну пока что блин 1610 отлично отлично ребят я считаю смотрите у меня получается сейчас все вровень я так понимаю что вот на вот эту вот шкалу нужно смотреть постоянно да то есть постоянно смотреть как-то обращать на это все дело внимание запоминать давайте сделаем здесь вот район вот так вот будет такой вот район у меня не знаю зачем он нужен пока что экономия энергии а но видимо можно как я понял я понял зачем это нужно тут тут у меня нет водички да блин плохо я буду сюда не не провел да давайте проведем воду ну хотя бы свет здесь если уж уже как бы рада да но сейчас здесь будет водичка я думаю что 1649 1050 отлично чё за звуки это гроза да по-моему где-то или что это такое страшные звуки так жесть так вот здесь вот кстати коммерческую зону заселили полностью то есть мне да мне вот уже не забудьте взглянуть на новое подождите что у меня новое новое здание так это вроде бы не новое здание центр переработки отходов него мне пока не нужен хоть конечно стоит всего-то 8000 да но блин мне надо строить пожарную эту и и пожарных короче ментов больницу надо строить очень и очень много на самом деле всем настроить поэтому давайте наверное сначала с полиции начнем даму так можно в принципе где-нибудь на углу может быть да вот так вот абаденчо так вот и строим с вами а полицейский участок возле школы отлично здесь где-нибудь можно так сколько там она занимает а они вместе да вот здесь где-нибудь можно тогда допустим впритык сделать пожарную станцию а вот подождите и можем здесь до поставить и она прям только один домик займет вот и отлично пожарную станцию ставим и теперь мне осталось только больницу сделать она стоит у нас всего-то 10000 сейчас да сейчас у меня конечно прибыль упадет потому что сейчас 400 с копейками уйдет на полицию 400 с копейками уйдет на пожарных блин а тем временем мне требуется все и требуется блин и такие 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 сектора блин все на свете требуется ладно давайте тогда жилые наверное еще построим да блин а это надо делать еще дороги то надо делать еще до хотя можно принципе здесь делать допустим жилой да давайте здесь наверное сделаем так вот жилой вот а здесь вот допустим можем потом сделать вот так вот такую длинную да одну чисто такой здоровенный коммерческий такой сектор маленький городок у нас друзья с вами мы дошли до маленького городка уникальное сооружение второго левела у меня какие-то да велосипедная дорожка парки различные так далее и тому подобное ну все это будет у меня вот здесь вот наверное в центре вот чтобы обеспечивать весь весь мой город весь мой пригород всем этим добром так скажем так ну вот жилые сектора в принципе уже не особо так и нужны да я думаю что когда вот этот весь жилой сектор достроит я думаю что зеленый это зеленая шкала у меня упадет полностью но в принципе уже почти упала поэтому давайте наверное тогда делаем вот так вот промышленный один сектор да можно где-нибудь еще здесь вот может быть сделать вот так тоже давайте сделаем да посмотрим на насколько будет нужно мне сделать их еще вот эти вот промышленные сектора промышленные зоны воды нету да давайте давайте посмотрим что тут у нас не хватает воды да а ну можно тут вот так вот совсем чуть-чуть сделать да вот так всего там сколько там 60 баксов всего-то потратим да как бы все все получается у нас воду получают а тысяча тысяча триста до было 1600 я видел мне уже 30 тысяч ребят уже 30 тысяч то есть принципе когда я даже вот построил пожарный участок да по построил полицейский участок все равно у меня все как бы сохранилась ну то есть мои налоги сохранились и стались прежними в принципе здесь вот маленький домик и большой домик можно сломать да построить вместо них что у нас подождите поликлиника да а это у нас спортзал не ну спортзал как бы мне пока не нужен да вот поликлинику я думаю построить стоит конечно здравоохранение превыше всего 1820 но сейчас будет падать да потому что налоги сейчас пойдут на здравоохранение но так вообще классно то есть все потихонечку приходит в норму что касается оу-у-у-у-у-у-у тихо-тихо-тихо подождите у нас энергия закончилась да у нас энергия с вами ребят закончилась елки-палки в натуре значит мне нужно получается еще одно такая вот вот такой вот еще один заводец 19 он конечно стоит блин ну что поделать что поделать да здесь нет здесь его не построить да тогда мне придется ломать эти можно вот здесь вот допустим его построить как вариант да хотя я лучше построил его повыше или можно где-нибудь вообще в другом совершенно месте его разместить нет в другом месте он не размещу давайте наверно тогда вот здесь мы устроим вот так вот все все так что мне теперь по энергии отлично то есть могу еще в принципе такой же город построить рядышком и все будет классненько это что тут такое ой-ой-ой-ой пожар подождите вон 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 он вижу едут наши ребята пожарники едут тушить бегут тушить красавцы красавцы спасать мою промышленную зону но здесь горит еще одно здание его тоже надо а там тоже есть пожарники уже тоже работают классно классно молодцы молодцы ребята снова огромная нехватка жилых зон нехватка небольшая средняя до получается в коммерческих зонах вот то есть снова надо строить что тут это такое почему тут такой трава какая-то выжжена это из-за и какое страшное здание же есть фабрика горелая какая-то фабрика ладненько ладненько ребят так тысяча сто у меня принципе капает до 12 тысяч 13 тысяч у меня уже деньжат есть и в принципе все основное у меня построено то есть у меня есть все по энергетике раз есть вода 2 мусор вывозится 3 есть поликлиника есть пожарные есть полиция и есть начальная школа вот то есть в принципе все здорово единственное что я бы конечно построил бы еще вот в высшую школу высшую школу я еще бы сделал интернатива вот ну или получается от высшей школы искус да либо вот обычная высшая школа на 24000 стоит то есть как бы ну самом деле многовато я бы еще бы сделал какие-нибудь парки парке тоже довольно интересная тема насколько понимаю дает огромное такое такой огромный позитив нашим людям так они могли пару красоту природы да но ним блин очень очень много занимают на самом деле место поэтому я даже не знаю как их строить эти парки всякое такое вот самом-то деле да и стоит они тоже он запите 7500 а ну вот в принципе 5000 парк да но он он просто здоровее веннейший просто гигантище вот такой вот можно допустим какой-нибудь маленький сделать парк да всего 1250 принципе стоит и вот его можно куда-нибудь вот сюда вот допустим воткнуть да смотрите он получается захавает у меня только три дома вот здесь обеспечит счастьем почти вот весь этот район а что-то у нас такое маленькая игровая площадка дети приходят играть а взрослые расслабляться а ну давайте построим давайте вот здесь вот так опа вот и отлично и мы наверное вот эти домики сейчас сломаем тогда чтоб они перестроились у нас вот так вот чтоб люди сюда приехали перестроились немножечко вот все здесь у нас будет парк дома сейчас четко по этой области разойдутся да так грубо грубо говоря конечно вот и все будет хорошо пока вот 1200 у меня до 1252 сейчас посмотрим 1046 немножко уменьшается да но вот как бы есть игровая площадка уже одна вот в принципе и полиция и пожарная и все-все-все на свете все как бы у меня есть поликлиника так жилые сектора значит коммерческие области мне нужны ребят давайте подумаем как нам как нам обмануть систему я я считаю что нужно как-то сейчас развиваться можно наверное немножко развиться вот в эту область да вот допустим до куда-нибудь вот досюда вот тогда ну вот это как бы уже будет край то здесь скорее всего будет коммерческий наверное какие-то области идти вот так вот буквально по краю так давайте мы наверное как-то будем все таки вот сюда чуть-чуть час расширяться вот мы сделаем с вами вот так это вот будет у меня область желая которая вот так а вот это вот область которая будет у меня примерно фига вот так наверное как-то я думаю вот это уже будет область у меня коммерческая такая здоровенная она тоже будет вот я думаю будет неплохо то есть как бы рядом у нас заводы до эту часть они не загрязняют абсолютно никак то есть мне кажется так будет вообще обалденно давайте тогда здесь мы делаем так вот жилые зоны и тут прям какая-то здоровенная получилась зона давайте наверное как-то ее разделим что ли дорогами да давайте наверное вот так вот ребята как то сделаем вот чтоб ну хоть как-то разбить все это дело вот и давайте здесь тогда вот так вот еще пожилые зоны понапихаем вот так вот отлично вот вот это будет вообще ништяк, вот это будет здорово все вот эти тоже будут вот эту всю область захватывать, то есть поликлиника там пожарные, вот это все-все-все, вот эту область захватывать также будет прекрасно и замечательно так, а давайте посмотрим да, действительно, что там у нас с водой вот воду сюда протянуть конечно стоит, вот наверное где-то вот отсюда вода, вот так вот вниз до самого конца, много конечно денег уйдет на воду 2 100 ну мне в принципе пока хватает вот, вода, электричество здесь есть, то есть с этим проблем абсолютно никаких нету так, вот это что такое у нас недостаточно образованных работников, вот, значит нам нужна получается высшая школа сейчас, да, так давайте ускоримся, высшая школа, я так понимаю, мне нужна для того, чтобы ну как бы дети получали хорошее образование, да, чтобы они становились чудесный город, я так мечтать не смел, здорово, вот для того, чтобы дети становились более умными, вот и могли добиваться чего-то интересного на работе, так, ну давайте ребят, теперь делаем коммерческую область, я прям вижу, что она сейчас здесь нужна, поэтому мы ее вот так вот в огромном количестве здесь впихиваем, вот, и тут сразу начинается у нас стройка, вот, а там где коммерческая область, нам нужна промышленная зона, все это делается по сути одновременно, делаем тогда промышленную зону здесь, ну вот я думаю, что это будет последняя промышленная зона, вот, и дальше будем уже идти расширяться вот сюда, вот вот, ну то есть вот тут я ее буду строить, вот здесь я ее уже строить не буду здесь возможно будут какие-то другие здания, ну не знаю, может там какой-нибудь аэропорт или фиг короче, что-то типа того, так, я вот немножко выровнял, получается, показатели да, и получается доход у меня из-за этого выстрелил из-за того, что я выровнял показатели то есть, как бы, сейчас все отлично, да вот, немножко, немножечко совсем нехватка, получается, в промышленной зоне, но я думаю, что мы ее сейчас устаканим, построив, допустим, вот здесь вот еще что-нибудь вот так, 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 развивающийся городок, ребят развивающийся городок у нас, здорово а паром у нас доступен, общественный транспорт, такси, автобус и много всего интересного другого, сейчас мы все это будем, ребят, смотреть, город опять расширяется, скоро вырастет в мегаполис было бы неплохо, так, что у нас новое здание, я потом попозже чекну туда, обязательно, среднее, среднее получается в промышленности, да, мне немножко требуется промышленность, ну, 3 800, ребят, обалдеть, 52 тысячи у меня давайте тогда строить школы потому что надо развиваться высшая школа, ой-ой-ой, вот, допустим что касается средней школы, да, ну, как-то тоже плохо, тоже как-то плохо, может быть надо еще одну школу построить а если мы, допустим, зайдем вот в эту школу, посмотрим, что тут у меня учащихся 300 из 300, ага то есть получается, что не хватает у меня учащихся, типа, мест, да, то есть мне нужны, получается, еще школы обычные, вот такие вот так, на улице салюты бахают стима студентов 1000, да, вот мне нужна еще одна начальная школа, давайте, наверное, ее построим, я правда, вот, не знаю, надо, надо выбрать какое-то такое место, чтобы много домов не сносить, тут парк у нас, да, ну, в любом случае, минимум вот два дома, то есть, как бы придется сносить, ну, вот это, а, нет, давайте, наверное, как-то, да, ближе вот сюда, наверное, построим, вот как-то тоже здесь, наверное, выберем какой-то центр такой, да какой-нибудь центр, блин, вот если была бы здесь дорога, мне кажется, было бы все гораздо-гораздо площадь, ладненько, давайте, наверное, вот здесь тогда будем впихивать эту школу, или, может быть, где-нибудь блин, интересно вот здесь, мне кажется, да, вот здесь как раз я даже снесу только один дом, вот так вот отлично, все, у нас еще одна школа, и теперь у нас, по идее, должно быть вообще еще, еще, еще больше умных и образованных людей, вот я вижу, что по начальной школе, да, сейчас у меня доступно 600 мест, вот, но пока что красных домов еще довольно многое, так, высшая школа у меня, высшую школу, там тысяча, да, по-моему, да, тысяча студентов у нас в высшей школе, охват, ну, в принципе, такой довольно большой, да, но она как бы сама по себе тоже такое немаленькое здание, так, ну, мы его, наверное, будем строить тогда, вот, вот здесь прям отлично, мне кажется, оно будет стоять, вот так вот, вот прям супер вообще, вот, отлично, да, единственное, я бы, конечно, бы теперь тоже посносил бы вот эти все здания, которые здесь находятся, давайте мы, наверное, их посносим, хотя вот это можно было не сносять, а, вот здесь вот можно два, вот так вот убрать здание, вот, все, пускай теперь тут как-то все возводится более-менее красиво, вот такой вот у нас, ребята, с вами, получается, высшая школа, такая вот красивая, вот, и скоро я так понимаю, что, подождите, заброшенное здание у меня здесь, надо его снести, надо его снести, заброшенное здание, я так понимаю, ребят, надо сносить. То есть, если появляется заброшенное здание, его надо сразу же сносить. Так, ладненько, переходим тогда, смотрим, что у нас дальше. А, нет, друзья, пока не переходим. Пока мы на этом серию с вами заканчиваем. Вот такой вот, в принципе, гигантский город мы с вами уже развили, да? Ну, не то, чтобы он, конечно, был прям гигантский, да? Но для меня это вполне себе, да? Плюс у нас еще доход 3300, да? Вот единственное, что по настроению, что-то как-то не особо странно, почему. Надо будет, я думаю, на следующем выпуске это обязательно глянуть. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайк, пишите в комментарии, что думаете по игре City Skylines, что думаете по конкретно моему какому-то геймплею, пишите свои подсказки, советуйте мне что-то, я прислушиваюсь ко всему. Увидимся с вами на новом видео, друзья, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok